библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на близком портале экзегет мы продолжаем с вами читать книгу идифи сегодня третья глава она короткая там всего 10 стихов но чтобы было понятно о чем там говорится давайте вспомним что было в первых двух главах и так есть царь на уходоносор и он вступает войну с еще одним царем перед этой войной он приглашает своих соседей присоединиться к этой войне то есть быть им ему союзником эти соседи отказываются на уходоносор побеждает и он возвращается в свой город пирует там когда заканчивается пир он собирает свое войско ставит туда военачальником человека по имени алаферн и говорит иди вот по тем странам которые отказались тебе подчиняться подчиняться мне захватывай их разрушая уничтожай а те кто согласится подчиниться мне ты делай следующее оставляя их живых города их не разрушаем но только разрушая их капище разрушая их храмы и заставляя их поклоняться мне и вот алаферн набирает огромное войско и отправляется в поход ну и первое куда он идет такое интересное движение можно понять где он ходит хотя не совсем понятно почему именно так уйдет если он должен был идти из ниневии то он должен быть по другому пути но известно что книга иудив это не исторический рассказ это такая притча которая использует исторические события но называют другие имена другие даты и скрываются под известными именами или так псевдонимами ну люди которые жили в другое время хорошо вот алаферн приходит к приморской стране ну понятно что приморская страна это средиземное море то есть города финикии и филистинлин и вот он приходит приступает границам этой земли и что делают местные жители и послали к нему вестников с таким мирным предложением вот мы рабы великого царя новоходоносора повергаемся перед тобой делай с нами что тебе угодно вот перед тобой усиление наше и все места наши все нивы с пшеницу и стада овец и волов и все строения наших жилищ употребляй их как пожелаешь так и города наши обитающие рабы твои иди поступай с нами как будет глазам кому угодно и пришли калаферном уже и передали ему эти слова ну здесь достаточно все понятно здесь описывается просто безоговорочная капитуляция делай с нами все что хочешь захватывай все что у нас есть мы полностью подчиняемся тебе и твоему господину новоходоносору единственный народ только вот интересно будет посмотреть слово повергаемся пред тобой значит что это за движение значит когда царь побеждал своих врагов то приводили этих врагов и они ложились на живот на грудь так и лежали лицом землю и царь подходил и ногой наступал вот сюда на шею как бы показывая что он победил этих людей то есть он их там топчет и вот а эти люди повергаются впрыг в прах и там в пепел наивысшая форма там поражение и здесь то же самое жители приморских городов они говорят мы полностью подчиняемся царь нас победил хотя никакой битвы никакой даже попытки повоевать не было ну и читаем дальше тогда он пришел в приморскую страну с войском своим окружил высокие города стражи и взял из них отбор мужей соратники себе ну зачем нужны эти соратники себе отборные мужи мужи он набирает войско и потом это войско отправиться воевать с теми кто еще не подчинился новоходоносору они все окрестностей их приняли его свинками темпа ликами тимпанами значит ну здесь использую два выражения которые могут быть непонятные лики и тимпана но это достаточно просто это бубны и действительно те времена использовали эти музыкальные инструменты там для прославления вот а вот с ликами там немножечко поинтересней вообще конечно лик это хор но некоторые экзегеты предполагают что его встречали не хоровым пением а танцами но это и понятно тимпаны это музыка а лики это танцы но мы можем предполагать только то ли они вас встречались с песнями то ли вы встречали через танцами ну венки это понятно но вот что интересно вообще-то венки использовались уже позже царя новоходоносора в общем как бы венки возлагались во времена эллинизма и греки принесли этот обычай вот как бы понятно что скорее всего речь идет конечно а не временах новоходоносора а позже но это тоже известно из экзегетической литературы что же делает алаферн он же разорил все высоты их и вырубил рощи их ему приказано было истребить все богов той земли чтобы все народы служили на монаха новоходоносора и все языки все племена их призывали его как бога ну давайте здесь разберемся значит он же разорил все высоты их и вырубил рощи что это за высоты что это за рощи ну высоты это какие-то возвышенности есть два объяснения что это за высоты значит первое объяснение это искусственные ну такие назвать пирамиды это сложно скорее просто такие такие платформы на которых стояли жертвенники чего они там стояли чуть позже ну и в конце концов высоты это могут быть просто просто холмы на как наверху которых стояли либо жертвенники либо храмы значит зачем нужны были эти высоты ну тоже несколько объяснений объяснение первое где живут боги боги живут на небе ну и соответственно нужно чтобы быстрее молитвы доходили до них что для этого нужно для этого нужно сделать расстояние между небом и землей покороче ну и соответственно вот поднять жертвенник а именно жертвенник был способом общения с богом или богами повыше поближе к небу это один вариант второй вариант ну он менее возможно но тоже можно так объяснить некоторые боги жили на холмах или на на горах например в книге чисел описывается история с вал фигурам и вот это бог который живут на этой горе соответственно высоты это места где обитали боги хорошо проще но понятно что это священные рощи и здесь речь не идет о борьбе с зелеными насаждениями рощи рощи как места в которых служили богам и какое объяснение вот эти деревья были вместилищем телами богов и соответственно каждое дерево это тело бога и поэтому уничтожение высот ну и соответственно жертвенников или храмов на этих холмах это уничтожение тех мест где живут боги ну и понятно что если это язычник а здесь речь о язычниках конечно же идет это уничтожение идолов а не дал с точки зрения язычника это вместилище бога выбили как в теле живет бог ну и соответственно истребление деревьев этих священных рощ это истребление тел богов ну то есть уничтожение еще и место где совершается поклонение а так как поклонение надо совершать на определенном месте то когда разоряется это место это место уже перестает быть таким местом где можно поклоняться богу ну если мы читаем исторические книги ветхого завета то рассказывается какими способами боролись с изыческими капищами например помойки устраивались или устраивалась такая помойка что уж точно там не будут поклоняться богам долина которая название долины которая потом превратилась в гиену об этом хорошо значит итак он приказал истребить всех богов той земли ну то есть уничтожить идолов еще раз чтобы было понятно когда мы думаем об идоли то как мы его представляем и вот после седьмого вселенского собора нам кажется что и дал это ну такая уже икона бога или икона лжебога однако с точки зрения вот тех язычников это не так идол есть вместилище бога выдали бог каким-то чудесным образом живет и соответственно прикасаясь не дал человек прикасается к богу поставив где-то не дава человек туда поставил бога ну и понятно что если идол уничтожаются то и как бы боги исчезают из земли хорошо для чего это делается для того чтобы все народы служили одному на фононосору и признавали его как богом здесь очень интересно если посмотреть на исторические книги или на книгу пророка даниила то вообще-то на уходоносор нигде не выступает как бог да он вводит и до поклонства как описано в книге даниила в третьей главе но богом он не считается здесь же здесь же народы заставляют ему служить как богу и понятно что для читателя того времени все становилось ясно конечно новоходоносор который здесь это не тот новоходоносор который там жил в седьмом шестом веке это другая личность кто это ну по мнению большинства экзегетов это антиох 4 епифан а вот епифан как раз себя представлял как бога даже его прозвище богоявленные пифания до богоявления хорошо да давайте дочитаем последние два стиха я говорил о том что глава небольшая придя к ездилону близ даты и лежащий против великой теснины иудейской он расположился лагерем между гавайям скифов и остался целый месяц чтобы собрать весь обоз своего войска ну здесь перемешанные названия которые известны и неизвестны но гавайи этого гавайи это вообще неизвестно есть версия что это может быть это гаваон а может быть это какая-то из гор непонятно город скифов скифополь ну то есть что-то можно предположить но где это это где-то на севере севере от иерусалима вот все что мы можем так локализовать где он конкретно стал неизвестно хорошо мы с вами прочитали третью главу книги сфирь в ней рассказывается о том как военачальник на выхода носора который звали алаферн приходит в приморскую страну подчиняет ее и готовится идти походом на иудею и на русалим спасибо за внимание меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами были на библейском портале экзегет всего доброго